8-4-12-56-31 Всем привет! Это Коста-Рика и мы встретились с врачом-неврологом Сергеем Крудько. Он сегодня расскажет, как он здесь оказался. Поехали! Сергей, расскажи, пожалуйста, как ты здесь оказался и почему именно Коста-Рика? В конце 1991 года, на фоне того, что происходило в СССР на тот момент, я собрал рюкзак и решил, что пора раздвинуть горизонты, так как я занимался альпинизмом, спелеологией, и решил, что стоит полететь куда-нибудь подальше. Дальше всего аэрофлот летал в столицу Никарагуа, в Монагуа. И я улетел в Монагуа. Оттуда я прибыл в Коста-Рику, был в Коста-Рике, оттуда потом уехал в Колумбию, в Эквадор, вернулся снова из Эквадора в Колумбию, потом вернулся в Коста-Рику и решил осесть здесь. Здесь я поступил в интернатуру, подал документы в университет, соответственно, на признание диплома, на сдачу всех экзаменов, которые требовали на тот момент. Как по медицинской части тут пришлось переучиваться? Мне пришлось повторить год интернатуры, который состоял на тот момент из четырех блоков. Хирургия, внутренние болезни, акушерство и гинекология и педиатрия. После этого, значит, я имел право получить, значит, соответственно, диплом общего врача, естественно, после экзаменов. Экзамены были 16 письменных и 5 устных по всей медицинской карьере по программе университета Коста-Рики. Это государственный университет Коста-Рика. То есть, начиная с биологии, химии и заканчивая хирургией, терапией, физиологией и так далее и тому подобное. А было требование? Сначала надо легализоваться, получить гражданство и потом только можешь официально работать врачом? Нет, на тот момент такого ничего не было. Это были абсолютно параллельные процессы, которые я решал независимо друг от друга. А сами вы откуда родом? Я сам родом из Крыма. Хорошо. Здесь после окончания интернатуры, получения диплома, тяжело вообще было найти работу? Нет. На тот момент это был 1993 год. Это было не тяжело. Наоборот, даже было много мест в провинции, где не хватало врачей. И в конце ноября 1993 года состоялась так называемая рифа. И меня направили по распределению работать на границу с Панамой, в Таламанку, в клинику такого местечка, которое называлось Бри-Бри. Бри-Бри. Если сравнивая в те годы медицину СССР и Коста-Рики, насколько была колоссальная разница, либо они были одинаковыми? Нет, они были изначально, конечно, совершенно разными. Дело в том, что несмотря на то, что коста-риканская медицина, это прежде всего социальная медицина, то существует очень мощная монополия, которая называется КАХА де Сигуро Социаль, то есть государственная страховая медицина. В ней даже лечение фармацевтическими средствами тоже включено, то есть не нужно покупать лекарства. Но спектр этих услуг, он был несколько, особенно что касается внутренних болезней или лекарств, ограничен. Что касается какой-то ургентной помощи, хирургии и так далее и тому подобное, то всегда можно было получить достаточно быстро высококвалифицированную помощь. Главное состояло, чтобы вовремя тебя посмотрел специалист, если у тебя ургентное состояние, которое разбирается в теме. Если у пациента инфаркт или у него аппендицит, нужно, чтобы он как можно быстрее попал к специалисту. И тогда это решалось моментально и могу сказать, что достаточно эффективно. В связи с тем, что спектр, может быть, препаратов был более ограничен, чем в СССР, потому что в СССР можно было идти и покупать лекарства, то здесь выдавалось то, что только выдавалось в этом Сигуре Сосиаль. И выбор был, скажем, такой достаточно менее широкий, чем в СССР, где ты мог купить, послать человека, он мог там выбрать и купить. Поэтому нужно было хорошо очень думать, что и как назначить, как скомбинировать из того, что есть в данный момент у тебя в руках. Дальше. Что касается реабилитации и физиотерапии и каких-то других аспектов именно здравоохранения, то на тот момент здесь это было не очень развито. Дело в том, что как бы система больше занималась, в общем-то, работала по принципам американской медицины. И здесь копировали в обучении американские протоколы коммерческой медицины. Именно поэтому был изначально некий такой конфликт внутри системы, потому что они копировали протоколы американской коммерческой медицины, которая заточена на то, чтобы продавать как можно больше медицинских услуг, которые потом компенсирует страховая компания. А здесь этого нет. Здесь изначальная страховая компания. Поэтому при значительном количестве финансовых средств, которыми обладала и продолжает обладать государственная страховая медицина, ну, я считаю, что она недостаточно эффективна. Если бы они пользовались принципами, например, там, кубинской медицины или, там, системой здравоохранения, которая существовала, допустим, в СССР, то эти бы средства могли бы, ну, тратиться более рационально. Это моя точка зрения такая. Вот. Тем не менее, могу сказать, что вот в это начало 90-х годов, когда я сюда приехал, как раз советскую систему на тот момент уже разваливали. Развалили, можно сказать, полностью. Вот. А здесь, ну, как бы медицина продолжала развиваться. И здесь я столкнулся, скажем, с тем, что была очень недоразвита физиотерапия и реабилитация. И поэтому, когда, после того, как я поработал в государственном секторе, я увидел, что я знаю, что я могу, а чего здесь нет, и что я могу предложить пациентам. Вот. И я, в общем-то, основное направление своей деятельности поставил прежде всего на нейрореабилитацию, предоставляя пациентам те услуги, которые они не могут найти в государственной страховой медицине. Надо сказать, что с тех пор-то прошло 30 лет, развивается как частная медицина, которая сейчас в Коста-Рике предоставляет гораздо больше возможностей для физиотерапии и реабилитации. И в том числе даже государственная страховая медицина тоже развивает свои возможности по предоставлению лечения в реабилитации и физиотерапии. Тем не менее, вот, все равно мне удается, как говорится, быть лучше, с моей точки зрения, я так считаю. Поэтому у меня есть та клиентура, которая у меня, которая, в общем-то, мне и дает возможность продолжать работать. То есть, в те годы вы нашли пробел, чего не хватает в государственной медицине, и вывели вот этот спектр услуг. А тяжело было открыть вообще свою клинику? Ну да, конечно. В любом случае, это же, прежде всего, сначала финансовые вложения, это я ни для кого не скажу никакую новость. Потом, соответственно, много бюрократических процедур по получению разрешений, патентов и так далее, и тому подобное. Как в любой стране. Тем не менее, считаю, что в Коста-Рике еще есть такая возможность, возможно, легче, чем в Европе, или легче, чем в России, чтобы не быть пролетарием умственного труда в медицине, и не работать на дядю, который в медицине не разбирается, но является хозяином клиники по политическим причинам, а действительно держать свой собственный кабинет, свой, пусть небольшой, но медицинский центр. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи доверитесь компанией Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечения за рубежом для русскоязычных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. Пять причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое – лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе – встреча или проводовый рапорт на автомобиле реанимации. Третье – сопровождение психологам, владеющим тремя языками. Третье – английский, русский, испанский. Четвертое – опытные травматологи-хирурги с опытом реконструктивных операций. Пятое – возможность получения финансовых бонусов, компенсации расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверитесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. На сегодняшний день какие услуги оказываете здесь? Значит, это прежде всего консультация по общей и детской неврологии, оказание ургентной помощи по неврологическому профилю. Это нейрореабилитация и физиотерапия как по моей специальности, так и по другим специальностям в связи с тем, что у меня здесь работают специалисты по физиотерапии. И поэтому они, как говорится, оказывают физиотерапевтические процедуры пациентам с проблемами, допустим, костно-мышечных тканей, то есть, скажем, в ортопедии, в лор, в акушерстве, гинекологии и так далее. Практически в тех областях, где физиотерапия может быть эффективна. Вы работаете только в частном сегменте, со страховым рынком вы не работаете? Дело в том, что у меня подписаны контракты с разными страховыми компаниями, и они мне иногда присылают своих пациентов. Это немного. Они не являются, допустим, чем-то решающим для меня, но они есть. Вопрос. Иностранец, приехавший в Коста-Лику, он получит медицинскую помощь бесплатно или нет? Если случается какая-то ургентная ситуация, острый аппендицит, инфаркт, ему окажут услуги, но он должен будет за это заплатить. Причем, если он обратится в государственную медицину, то счет ему выставят, ну, такой же, как и в частной медицине. Поэтому иностранцу, в принципе, не принципиально обращаться обращаться в государственную клинику или в частную клинику. Если существуют такие, но если женщина рожает, то она попадает в такую графу, где ей предоставляются медицинские услуги бесплатно, независимо от ее гражданского, социального и любого другого состояния. То есть, если женщина-иностранка рожает здесь, в Коста-Рике, ее принимают, бесплатно обслуживают и обслуживают нормально, хорошо обслуживают. А если турист попал там в ДТП и так далее, там, перелом, его скорость заберет бесплатно? Если турист попал в ДТП, то, как правило, на любое транспортное средство существуют какие-то минимальные страховки. То есть, они изначально включены в этот налог, который ежегодно платит владелец автомобиля. И, как правило, для оказания каких-то первых услуг этого достаточно. Вот. Если проблема более серьезная, то, если, как говорится, страховой полис ее не покрывает, то это уже будет дальше следующий вопрос. Но первую помощь окажут за счет вот этой обязательной страховки, которая входит в ежегодный налог на автомобиль. Насколько с 90-х годов по сегодняшний день сильно развилась или не развилась медицина в Коста-Рике? Вы понимаете, что, конечно, все мы развиваемся и развивается в том числе и медицина в Коста-Рике. Она меняется, как я уже сказал, что если в 90-е годы я считаю, что была очень слабо развита физиотерапия и реабилитация, как в частном, так и в государственном секторе, сейчас это очень сильно изменилось. Появился даже специальный университет, специализирующийся на физиотерапии и реабилитации, называется Санта-Паула. И начали, когда, видимо, кроме меня еще кто-то увидел, что это такая ситуация, которую в стране нужно менять, и, в общем-то, начали формировать в большом объеме специалистов по физиотерапии и по реабилитации. И, соответственно, расширилось предоставление этих же услуг и в государственной медицине, и в институте страхования, который как раз занимается страховыми медицинскими полисами, включая полисы по страховкам автомобилей, то есть если человек попадает в ДТП. Если на сегодняшний день врач из другой страны хочет приехать в Коста-Рику работать, тяжело устроиться или нужно сначала легализоваться? Сейчас это намного сложнее, чем 30 лет назад. Дело в том, что на сегодняшний день тот недостаток врачей, который существовал в Коста-Рике, уже исчез. Он полностью заполнился, прежде всего, общими врачами. В государственной медицине не хватает узких специалистов, потому что узким специалистам выгоднее работать в частном секторе, они там больше зарабатывают. А в государственной медицине их зарплаты не намного выше, чем общих врачей. Поэтому есть такой вот забавный конфликт изначально в ситуации. То есть, с одной стороны, врачей много и общих, и специалистов. На частном секторе врачей общих очень много, для них тоже работы не сильно хватает. Сейчас, в общем, врачом быть достаточно сложно в Коста-Рике. Но для узких специалистов в частном секторе работы достаточно. Поэтому они уходят из государственной медицины именно по той самой причине, что в частном секторе могут зарабатывать больше. А как сильно зарплата государственного сектора от частного сектора отличаются в размах? Ну, в частном секторе если врача берут на зарплату общего, то, конечно, ему платят вообще что-то минимальное. То есть, ему платят меньше, чем если бы он получал в государственной медицине. Именно по той причине, что рынок труда предоставляет слишком много желающих работать в общей медицине. Здесь у нас просто много, с конца 90-х годов открыли всяких частных университетов, уровень подготовки которых был достаточно, в которых был достаточно низок. Поэтому есть очень много специалистов, скажем, общих врачей не сильно хорошего как бы профессионального уровня. И они как бы завалили рынок. И за счет этого, я считаю, это была плохая ситуация. Значит, эти врачи начали соглашаться на гораздо более низкие зарплаты. Вот. Чего пока не происходит со специалистами. Правда, что здесь развит медицинский туризм и американцы приезжают лечиться сюда? Да, здесь развит медицинский туризм. И, допустим, какие-то адонтологические процедуры, они могут в Штатах стоить в 4-5 раз дороже, с такими же материалами, чем здесь. Это какие-то ортопедические операции. Это, ну, как правило, плановые хирургические операции. Вот то, что могу сказать, что да, это стоит дешевле, чем в Штатах. Какие бы советы дали врачам, все-таки, которые хотят работать, жить у океана и выбирают Коста-Рику? Врачам-иностранцам, которые хотят сюда приехать. Проще легализоваться. Я вот, возможно, не договорил вначале. Дело в том, что сейчас изменили систему апробации дипломов. Если я сдавал 16 письменных и 5 устных, это было тяжело, сложно. Но хотя бы я чувствовал, что люди, которые у меня принимают эти экзамены, они действительно со своей точки зрения, они хотят разобраться, насколько я вызубрил вот те догмы медицинские, которые на тот момент доминировали в Коста-Риканской медицине. И если я им отвечал то, что они хотят от меня услышать, они, в общем-то, мне ставили нормальную оценку, опробировали на сегодняшний день существует один единый экзамен, и он сделан таким образом не для того, чтобы выявить, что человек знает, а для того, чтобы он его не прошел. Поэтому из каких-нибудь 120 сдающих, причем как местных Коста-Риканцев, которые учились за границей, так и иностранцев, которые приезжают сюда с Кубы, с Венесуэлы или еще откуда-то, могут пройти в лучшем случае 2-3 человека. Вот. Поэтому люди просто ну как бы бросают или уезжают из страны, или идут учиться заново для того, чтобы получить, там, договариваться с каким-нибудь частным дешевым университетом, чтобы там пойти на последний или предпоследний курс и получить какой-то местный диплом, который не надо потом защищать. Вот такие советы были от доктора Крутько. Думайте, решайте работать за границей либо нет. Остались вопросы? Пишите в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин